МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартирная кража с тяжелыми последствиями в Днепре воры пошли на дело с гранатами и подорвали пятерых полицейских, которые приехали на вызов. У правоохранителей серьезное ранение. Один из них лишился ноги. А преступникам удалось сбежать. Их сейчас разыскивают. Подробности знает Елена Миндалюк. Жил массив Приднепровск. Около полуночи жителей этой многоэтажки разбудил взрыв. Бахнуло так, что в начале первого. Все произошло на девятом этаже. Жители все еще не могут отойти от ночного кошмара, рассказывает. Грабители проникли в 34-ю квартиру. Их обнаружил сосед из дома напротив. Увидел в окно, что по комнатам кто-то рыщет с фонариком. Вызвал полицию. Когда оперативники попытались открыть дверь, злоумышленники выбросили на лестничную площадку гранату РГД-5. В суматоха, паника, раненые. И они в этот момент, наверное, выскочили. Взорвалось. Все, даже глазок выскочил. Хорошо, что хоть не смотрели в глазок, потому что сюда все. Аж присели от этого страшного взрыва. Тише стало. И открыли дверь, а тут лежит полицейский, которого на ступня крови лужа. Грабители убегая отстреливались. Полицейским удалось ранить одного из преступников. Все ступеньки с девятого по первый этаж в крови. Уже на улице злоумышленники бросили под машину правоохранителей противопехотную гранату Ф-1. В результате трое полицейских с осколочными ранениями попали в больницу. Подполковник полиции в реанимацию. Открытая операция на брюшной полости. И открытый перелом двух костей голени. Аппарат наружной фиксации стоит. Ну и шоковое состояние. Шок его вывели уже. На данный момент состояние стабильное. Еще один полицейский находится в реанимации областной больницы Мечникова. Угрозы его жизни нет. Но пришлось ампутировать правую ногу. Ногу, по сути, отрывало. И в первые минуты лекаря хотели спасать ногу. Но шансов никаких не было. Ступу так разнесло, что и спасать уже не было никакого сенсу. Сержант Сергей Глушан, потерявший ногу, сейчас в сознании о том, как получил вечер, помнит плохо. Я удерживал дверь просто. Когда прозвучал, что там взрыв первый или что, я толком не понял. Много дыма взрыв, все. Поиски грабителей продолжаются. По словам свидетелей, преступников было двое. Я пошел выглянуть, ну и пробежали из-за угла, получается, дома выбежали. Два парня пробежали, все. Ну, силуэты, потому что света там у нас, фонарей нет. На данный час в месте, это область, где план Сирена, мы вживаем все необходимые заходы для того, чтобы затримать злоумышленников. Соседи говорят, скорее всего, грабители работали по наводке. То, что никого не будет дома, злоумышленники знали точно. Муж, жена и двое дочерей только вчера уехали отдыхать. Их родственники, разговаривая с журналистами, категорически отказались. Может, расскажете мне, пожалуйста. Полиция открыла уголовное производство, посягательство на жизнь сотрудников, правоохранительных органов, максимальное наказание, пожизненное лишение свободы. Елена Медалюк, Евгений Кольнецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. Дерзкий расстрел в Харькове во дворе жилого дома, минувшей ночью, неизвестный в упор из решителей автомобиль Ауди. Убит водитель мужчина 45 лет. Кто он? Официальные данные и версии эксперта АВУ Светланы Шикеры. Все произошло в ночь субботы на воскресенье в половине 12 ночи во дворе жилого дома по адресу улицы Клочковская, 191А. Официальной информации пока очень мало. Действительно, стреляли по автомобилю Ауди. Повідомили про це близько о півночі. Повідомление надійшло до черговой частини Шевченківского відділу поліції. И выезжали туди всі криминалісти. Слідчо-оперативная группа безперечно скриває комплекс невоскладных оперативно-розшуковых заходов, аби встановити особу потерпілого і розшукати особу, який може бути причетний достойно злочину. По неофициальной информации нападаючі поджидали жертву во дворе дома. Як только Ауди заїхав на парковку, вони вискочили з своєї машини і випустили по иномарці нескільки автоматних очередей по водительській двері і лобовому стеклу. В общій сложності убийці свершили около 30 выстрелів. В 12 метрах от расстрелянной машини эксперты обнаружили 24 гильзы от пуль, выпущенных із автомата Калашникова. Как сообщил у себя на страниці в фейсбуке нардеп Ігорь Масичук, убитий 45-летний Эдуард Аксельрот. Известно, що він родом із Барнаула, кримінальний авторитет 90-х по кличке Эдди Клєпо. В последнее время занимався бізнесом. В полиції це не підтверджають, але і не опровергають. Я не можу цього сказати, перегляді загибли люди, слідство поки ще не називає. А по версії екснардепа Виктора Уколова Аксельрота убили, чтобы следователи, которые расследуют ликвидацию екс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве, не смогли выйти на заказчика этого преступления. По данным Уколова, Аксельрот был причастен к убийству Вороненкова. Об этом он написал на своей странице в фейсбук. В полиции все подробности преступления обещают обнародовать завтра. Святлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Ночная перестрелка в центре Хмельницкого. Около трех часов ночи две группы мужчин начали выяснять отношения в помещении для груза Гроша-Лотерей. В результате пятеро пострадавших, трое из них получили огнестрельное ранение. Помещение разгромлено, разбит и сожжен внедорожник одного из участников разборок. По данным полиции, все началось со словесной перепалки. Потом завязалась драка и в ход пошло оружие. Палили из охотничьего ружья и пневматики. Причины конфликта неизвестны. Прибывшие на место оперативники задержали 12 человек. У двух пострадавших легкие травмы. Серьезное ранение получил 35-летний мужчина. Он сейчас в Хмельницкой городской больнице. Массовые задержания в Полтавской области. 40 человек подозревают в рейдерском захвате агрофирмы. Операцию провели минувшей ночью. Лидеры группировки пытались скрыться на автомобиле, но в результате их тоже задержала полиция. Всех подозреваемых доставили в участок. И очередная шокирующая авария на трассе Киевчоп. Внедорожник сбил насмерть двух женщин прямо на пешеходном переходе. Водитель на большой скорости проехал на красный сигнал светофора. Сбив людей, он даже не притормозил. Патрульные остановили его уже на въезде в Ривне. В капоте автомобиля застряла сумочка одной из погибших. Уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в 10 раз. Им оказался 52-летний житель Ривнова, местный валютчик Владимир Мартынов. Его задержали. В машине следователи нашли недопитую бутылку коньяка, пива и удостоверение инвалида. Водитель не хотел выходить из автомобиля с вором. Отговорился выходить. Причину появления механических похудений своего транспортного способа объяснить також не мог. В результате захода водитель был затриман. Пытался скрыться и виновник ДТП в Черновцах. На кануне вечером 39-летний местный житель насмерть сбил 19-летнюю студентку. И так же, как и в случае с водителем из Ривны, не остановился. Все подробности аварии расскажет Ольга Паламарюк. Авария произошла накануне около 8 часов вечера. 19-летняя студентка возвращалась домой. Дорогу переходила на зеленый свет. Внезапно, на огромной скорости, девушку буквально снес микроавтобус. Ее отбросило на несколько десятков метров. На зеленый свет ушла. И сбылый. Это уже неоднократно здесь происходит. И пора, надо завершать это. Девушка скончалась на месте. А вот водитель даже не остановился, сбежал с места ДТП. Его машину вскоре нашли в соседних дворах. Микроавтобус на евро номерах. В нем никого не было, водитель вскрылся. В ходе пошуковых заходов данный автомобиль был найден покинутым на соседней улице. Из слов очевидцев, в дорожной транспортной прогоде у водителя были пометены ознаки спьянения. В полиции уже установили личность водителя. Это местный житель, ранее судимый. Сейчас его ищут. В соцсетях тем временем вовсю обсуждают инцидент. Местные жители жалуются. Мол, проспект независимости едва ли не самая опасная улица в Черновцах. Дорога плохо освещается. Плюс ко всему, из-за широкой полосы здесь часто устраивают автогонки. В Горсовете об этой проблеме знают, но вся загвоздка уверяет в бюрократических формальностях. Чтобы поставить, к примеру, на этой улице ограждение, нужны специальные разрешения. Нужно, скажем так, все работы были уже. Почему-то, скажем так, на жаль, на 2014 год эти работы не были заплановлены. Они не столько, повторюсь, коштовые. То есть установление дорожных огорожений, стопчики, подсветки переходов. Избежать подобных аварий могло бы введение патрульных постов на особо опасных участках дороги, заявляют эксперты. После ночного инцидента в Горсовете уже готовят специальное обращение в Верховную Раду. В полиции тем временем просят жителей помочь в поиске сбежавшего водителя. И уже распространили его фото. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Нацгвардии разрешили использовать полиграф. Соответствующая инструкция начала действовать с 3 ноября. Шесть современных аппаратов в Нацгвардии уже получили. Теперь их будут использовать при профессионально-психологическом отборе на военную службу, а также при назначении на руководящие должности и при служебных расследованиях. Работа с полиграфом начнется в ближайшее время. В зоне АТО обострения на Мариупольском направлении боевики с самого утра обстреливают позиции украинских военных. Бьют из минометов запрещенного калибра, а под Донецком имитируют обстрелы со стороны украинской армии. Под огнем оказалась Донецкая фильтровальная станция, поврежден хлоропровод. Украинская сторона считает эти действия провокацией с целью дискредитировать ВСУ. Всего с начала суток боевики открывали огонь 10 раз впервые, за долгое время применили грады. Двое наших бойцов ранены. Подробнее о ситуации в зоне АТО узнаем от Ирины Баглай. 19-летний Ярослав мастерски управляется с утесом. Говорит, научился быстро. А чтобы оружие не подвело, требуется постоянный уход. Надо вникать. Не раздяв, не ловить. Ничего не заникли. Армию Ярослав выбрал меньше двух лет назад, еще сидя за школьной партой. Я учился в 11-м классе. Я сразу всем про армию балакал. Тогда я задумался, решил пойти. Я закончил школу только. Сразу пришел в военкомат, пришел в комиссию и приехал сюда. О военных действиях и боях на Донбассе Ярослав узнавал с экрана телевизор. По новостным сюжетам следил и за одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоной. Еще не подозревая, что будет защищать Украину там. По возрасту мог отказаться ехать. Но когда попал в десантные войска, уже не думал о дороге назад, в тыл. Все, все я видел, все я знал. Страшнейше, конечно, тут, попробовать на своей шкуре. Теперь своим пулеметом на одной из крайних позиций ему приходится регулярно пресекать атаки боевиков. Часов с девяти и так до утра. Несмотря на юный возраст, Ярослав уже опытный боец и быстро изучил хитрость врага. Объясняет, важно отличать по характеру огня, когда противник выманивает для одного выстрела снайпера. По характеру стрельбы боевиков украинские военные уже определяют, что задумал враг. В основном по всей линии фронта сейчас слышно стрелковое вооружение. Из-за участившихся в вылазах диверсионных групп противника и нашим бойцам приходится давать отпор из малокалиберного оружия. Оружие, как и девушка, шутит боец с позывным «Поляк», поэтому и отношение должно быть трепетным. О, это моя Исабель, это моя вторая девушка, что вы хотите? Да уже второй год. Не подводит? Никак нет. С ней сплю регулярно, стабильно и регулярно. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию на Донбассе. О телефонном разговоре сообщает пресс-служба главы государства. Речь шла о принципах работы миротворческой миссии ООН. Говорили также об освобождении заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Карлос Пучдемо сдался бельгийской полиции. Европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии и четырех экс-министров Испанский суд выдал в пятницу. Мадрид обвиняет их в организации мятежа, растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением. Что ждет Пучдемона и его соратников, узнаем у нашего корреспондента в Брюсселе Елены Абрамовича. Она на связи с нами. Елена, здравствуй, расскажи, что тебе удалось узнать? Екатерина, в полиции сообщили, что Карлос Пучдемон вместе со своими соратниками пришел в брюссельский полицейский участок сегодня утром, в начале 10-го. Скрываться не было смысла. Журналисты давно выяснили, в каком именно отеле он остановился. К тому же Пучдемон свободно прогуливался городом. Например, посещал ярмарки. Полиция на выходных уже получила европейский ордер на его арест. Что это за ордер? Это тот же запрос на экстрадицию, но ЕС придумал такую процедуру, как упрощенный и ускоренный ее вариант. Но что важно, не автоматически. Вечером задержанных должен допросить следственный судья Бельгии. И в течение суток после задержания, то есть до 9 утра завтрашнего дня, он решит, что делать дальше. Взять их под стражу или отпустить. И вот как эксперты объясняют процедуру. Бельгийские судебные власти могут отказаться от передачи господина Пучдемона, если существуют известные и серьезные риски нарушения его основных прав в случае его возвращения в Испанию. Или если посчитают, что обведения против Пучдемона не являются уголовными преступлениями в бельгийском праве. Напомню, бельгийское правительство было, мягко говоря, не в восторге от того, что Пучдемон сбежал именно в Брюссель. Ему даже не разрешили провести пресс-конференцию в государственном пресс-центре. Но Минюст Бельгии уже заявил, не будет иметь никакого влияния на будущее каталонского лидера и его соратников. Ну и каким бы ни было решение бельгийского суда, Пучдемон имеет право его оспорить. Так что процесс экстрадиции может затянуться и до выборов в Каталонии 21 декабря. По словам адвоката, просить политическую убежисть еще в Бельгии Пучдемон не будет. Но готовность принять отстраненного каталонского лидера уже высказал кандидат на должность министра иностранных дел Австрии Норберт Хофер. Тем временем протесты с требованием освободить каталонских политзаключенных прошли на выходных не только в Барселоне, а также в испанском регионе страна Басков, где также сильны сепаратистские настроения. Ну и пикет организовали в Евроквартале в Брюсселе. Но позиция руководства ЕС в этом вопросе остается неизменной. Это внутреннее дело Испании. Екатерина. Спасибо, Лена. Елена Абрамович была на связи со студией из Брюсселя, где сегодня решают дальнейшую судьбу бывшего каталонского лидера. Из Большого театра в Москве эвакуировали около 700 человек. Силовикам поступил анонимный звонок о минировании здания. Еще более 2000 посетителей эвакуировали из гостиницы «Метрополь» и почти 3000 из «ГУМа». Есть информация об угрозе взрыва и в других торговых центрах. На месте работают спецслужбы. Все помещения проверяют кинологи. Их называют люди опека и люди тепло. День работника социальной сферы сегодня отмечают в Украине. На Буковине при Свято-Вознесенском Бонченском монастыре находится детский дом. Еще в начале 90-х его начал создавать отец Михаил Жар. Сейчас здесь проживают около 300 детей, многие инвалиды. Буквально с первых дней основания приюта его опекает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Накануне праздника он проведал ребят для гостя. Дети приготовили подарок, устроили концерт и рассказали об успехах в учебе. А с педагогами Юрий Бойко говорил о возможных учебных проблемах, связанных с новым законом об образовании. Николи вопрос не поставило так гостро, что до умовы, учебного обучения. Хотелось бы знать, какая перспектива подальшего их функционирования. Батьки турбуются. И есть какие-то перспективы, что что-то изменится после заседания Денизянской комиссии. Мы подали в Конституционный суд свернение, 48 депутатов подписала, наша фракция, другие депутаты, по отмене этого закона. И будем наполягать, чтобы он был скаррегован, чтобы такие районы, как ваш, были возможность учиться языком, которую они привыкли. В Смеле Черкасской области сотрудники фирмы по ремонту дорог могут сесть на скамью подсудимых. Две недели назад в центре города произошло смертельное ДТП, погиб водитель мопеда. Его колесо угодило в яму на трассе. Прокуратура обвинила в аварии дорожникам. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Ирина бережно листает альбом с фотографиями своего деда. Говорит, в свои 79 Владислав Александрович мог дать фору даже молодым. Он постоянно ездит, он на базар ездит, он дома. Скажем, чай мало пих. Значит, ждет, что он зайдет. Фотографии старенький изувеченный мопед – это все, что осталось внучке от любимого деда. Две недели назад пенсионер погиб в ДТП. Авария произошла на этом месте. Ирина до сих пор шокирована произошедшим. Более чем за 40 лет профессионального водительского стажа у деда не было ни одной аварии. Мопед пенсионера влетел в дорожную яму и от удара его отбросило на встречную полосу под колеса автомобиля. Это все были ямы. Когда я приехала на место аварии, то пришел гаишник. Он сказал, я поеду, посмотрю, есть там знаки дорожного их пробить. Он сказал, нет там ничего, ни одного знака. Ни одного знака. Через два дня после трагедии дорожники наспех залатали асфальт. Хотя 5-сантиметровые ямы здесь появились именно благодаря им. Ремонтники вырезали их под новые латки. Водители маршруток говорят, ездить приходилось, как на слалами. Две недели. Объезжали по всей дороге. То куда? В Смелянском горосполкоме заявляют, безопасность на время работ должна была обеспечить нанятая городом организация. Хотя бы установить предупредительные знаки. С представителем фирмы нам удалось связаться только по телефону. Попереживательные знаки выставляются обязательно. И они были выставлены. С обеих сторон Рухуа. Один знак выставленный, это повторные работы. И другой был знак выставленный, выбоенный. То есть было два комплекта с правой и с левой. Это еще один участок дороги в Смелях, который ремонтирует тот же подрядчик. Несколько недель назад дорожники также вырезали здесь асфальт. Но не удосужились поставить ни одного предупреждающего о ямах знака. Из-за этого на наших глазах едва не случилась очередная авария. По факту смертельного ДТП открыли уголовное производство. В прокуратуре уверены, авария произошла по халатности дорожников. Поведомление про подозрение никому не поведомлялось, не вручалось. Сколько проводится досудовое следствие. Конкретную информацию, что достанут досудовое следствие, не могу поведомить. Больше детально, оскільки это темница досудового следствия. Если вину дорожников в смертельном ДТП установят, им грозит до пяти лет тюрьмы. Ольга Теребинская, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Около ста человек погибли в результате теракта в Сирии. Среди жертв много женщин и детей. Еще 140 мирных жителей ранены. Мощный взрыв прогремел в лагере для беженцев возле города Дейр-Эс-Зор. Туда въехал смертник на автомобиле с взрывчаткой. Ранее СМИ сообщили, что правительственные войска полностью вытеснили боевиков ИГИЛ из Дейр-Эс-Зора. Тем временем к военному вторжению в Сирию готовится Израиль. В приграничных районах идут тяжелые бои между исламскими боевиками и отрядами друзов. Это один из местных малых народов. В Израиле готовы оказать им военную помощь. Чем это грозит региону, узнавал Сергей Ослендер. Городок Хадер расположен у самой израильской границы только с сирийской стороны. Населяют его преимущественно друзы. Это немногочисленный народ, который живет на голландских высотах уже сотни лет. Друзы исповедуют свою особую разновидность ислама. И так как они национальное меньшинство, то обычно очень лояльны к действующей власти. Как в Израиле, так и в Сирии. И поэтому они мишень для различного рода радикальных исламистских группировок. На этот раз на Хадер напали боевики Джохаб Ан-Нусры, которые связаны с Аль-Каидой. Погибли несколько десятков человек. Друзское ополчение вступило в бой, пытаясь защитить город. Среди израильских друзов тоже начались волнения. Они даже пытались прорваться через границу, чтобы помочь своим соплеменникам. Мы пришли выразить солидарность со своими братьями на голландских высотах. И сказать им, что мы с ними, что мы просим Израиль защитить их. И что мы готовы сделать для этого все возможное. Израиль давно заявлял, что не допустит резни друзов, поскольку считает их своими союзниками. Сейчас кабинет министров всерьез рассматривает, причем впервые с начала гражданской войны в Сирии, возможность военного вторжения в эту страну, для того, чтобы защитить друзские деревни, окружив их кольцом своих войск. Сейчас на границе сконцентрированы части элитной пехотной бригады Галани, танки и артиллерия. Если вторжение все-таки произойдет, то практически неминуемо приведет к столкновению израильских военных с сирийской армией, и иранскими отрядами, которые тоже действуют в этих районах. Там же, кстати, находятся и базы российских военных. Фактически сейчас происходит новый виток сирийского конфликта. После разгрома ИГИЛ различные группировки, национальные и религиозные, снова начинают враждовать между собой. Ситуация, по сути, возвращается к началу гражданской войны, когда армия Асада и повстанцы воевали друг с другом, но ни одна из сторон не могла одержать победу. В то же время жертвами войны становились различные национальные меньшинства. Вот вроде тех же друзов, или курды, или христиане, и многие другие. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Энтер. Уничтожить ядерное оружие КНДР можно только при условии вторжения в страну. Об этом говорится в отчете Пентагона о возможных военных действиях США на корейском полуострове. Как сообщает американское издание The Washington Post, документ в палату представителей Конгресса направил контр-адмирал Майкл Дюмон. В Пентагоне не исключают, что в ответ КНДР может применить биологическое или химическое оружие. Королевская облава в Саудовской Аравии. Сразу 11 принцев задержаны по подозрению в финансовых махинациях. Накануне король подписал указ о создании антикоррупционного комитета. Его возглавил наследный принц Мухаббид Ибн Салман. В этот же день и взяли под стражу 11 членов королевской семьи, 4 действующих министров и десятки бывших. Их обвиняют в злоупотреблении властью, подписании незаконных сделок по продаже оружия и отмывании денег. Среди задержанных принц Аль-Валид Ибн Талал, один из самых богатых людей на Ближнем Востоке. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов. Он владеет акциями компаний Twitter, Apple, Disney и Citigroup. Что делают зомби в Мексике? Сколько стоит картина, написанная слоном? И что нужно сделать, чтобы насладиться блюдами нового ресторана в Париже? Об этом и только в нашем обзоре. Зомби-благотворители. Сотни мертвецов бродили по улицам Мехико, чтобы помочь пострадавшим от двух смертоносных землетрясений в сентябре. Загримированные активисты, одетые в лохмотье, помогали собирать вещи и продукты для тех, кто остался без крова над головой. Среди волонтеров были даже маленькие дети. Участники акции уверяют, людям есть чему поучиться даже у зомби. Ведь они никогда не нападают друг на друга. Три шедевра слонихи-абстракциониста продали в Будапеште. 42-летняя Сандра пишет картины, держа кисть хоботом. Цвета и сюжеты подбирает сама. Живет слониха в бродячем цирке, куда попала еще малышкой. По словам дрессировщика, в отличие от других цирковых слонов, она рисует только, когда у нее есть вдохновение. Каждая картина Сандры стоила покупателям по 150 долларов. Из лондонской канализации вытащили айсберг из жира весом 130 тонн и длиной около 250 метров. Гигантская пробка из застывшей грязи, влажных салфеток, памперсов, масла и другого мусора заблокировала канализационные трубы на востоке Лондона. На то, чтобы все это убрать, у коммунальщиков ушло два месяца. Они говорят, жировая глыба сформировалась из-за привычки жителей города сливать в канализацию горячее масло и жир после готовки или выбрасывать в унитаз предметы, которые не разлагаются. В Норвегии определили лучшего лесоруба в мире. На зрелищном чемпионате по разрезанию и раскалыванию бревен кимберспортс силачи на скорость расправлялись с деревом. Интриги не получилось. Первым стал участник из Новой Зеландии Джейсон Винниард, который побеждает на соревнованиях уже девятый год подряд. Со своим бревном он справился всего за 10,5 секунд. Кроме того, помог получить золото и своей команде. За состязаниями наблюдали около трех тысяч зрителей. Первый ресторан для нудистов открылся во Франции. В парижском заведении «О-натюрель» посетители должны оставить абсолютно всю одежду в гардеробе. После этого можно вкусить блюд высокой кухни и продегустировать вино. Владельцы ресторана, братья-близнецы Майк и Стефан Саада, позаботились о приватности посетителей. Окна заведения тонированы и понаблюдать за нудистами с улицы не получится. Средний чек в ресторане составляет 30 евро. Огнями и фейерверками в Британии отметили ночь Гая Фокса. На улицы городов по всей стране вышли сотни людей с факелами. В память о ночи порохового заговора 1605 года. В полночь принято запускать фейерверки и сжигать главных злодеев года. Обычно ими становятся мировые политики. В этом году в Эдинбурге на костре сожгли Харви Вайнштейна. Чучела голливудского кинопродюсера уничтожили из-за скандала с сексуальными домогательствами, в которых его обвинили сразу несколько десятков актрис. И о выходных. На новогодние праздники у украинцев будет 6 нерабочих дней. Выходные на Новый год продлятся 3 дня. С субботы 30 декабря до 1 января включительно. Еще 3 на Рождество 6, 7 и 8 января. Сокращенных рабочих дней перед праздниками не предусмотрено. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова